Уважаемые коллеги и друзья, это очень сложная тема, и я попытался ее как-то скомпоновать для того, чтобы донести основные мысли. Я хочу сказать, что наши коллеги знают, чем мы занимаемся очень хорошо, но я хочу сказать, что с 2000 года фактически мы проводим неодевантную химиотерапию, и не только неодевантную, а именно переоперационную химиотерапию больным, как то, что сейчас оценивается погранично-резиктабельным, так и операбельным аденокарциномом головки поджелудочной железы, и мы сейчас имеем этот опыт уже, и нам очень приятно, что мы сейчас, несмотря на то, что занимаемся проблемой давно, находимся все-таки в мировом тренде. И поэтому я хотел бы... Как она переключается? Значит, ну, смотрите, основная проблема заключается в том, что вот эти надежды на таргетную терапию, они оказались неоправданными. То есть, к сожалению, все мы ждали, что наконец-то начнется лечение таблетками или какими-то препаратами. Конечно, в будущем это, возможно, произойдет, но вот этот вопрос все-таки локальные методы, в том числе хирургия, она будет жизнеспособна или нет, в общем-то, я тоже хотел это отметить в докладе. Но если, значит, осталось то, что сейчас мы имеем в арсенале терапии, это, в общем-то, обычная химиотерапия, которая использовалась уже давно, и если взять вот эту фолфериноксин, ничего там в этой композиции, ничего нового нет. Это, в принципе, схемы использующиеся, просто их не применяли широко, а препараты с бородой, они достаточно старые, ну, например, турроцил там и так далее. Значит, вот схема абраксан-гемацитабин, это тоже, в принципе, старая композиция, тем не менее, абраксан-надодисперсный клетоксел, и сейчас основная задача, как и в прошлые годы химиотерапии, заключалась в том, что мы имеем достаточно тяжелых пациентов, которые не могут перенести вот это многокомпонентное лечение, которое, конечно же, более эффективно, чем просто фторроцил. Это мы имели и в 70-е годы, это было хорошо видно, и в том числе в сочетании с лучевой терапией. Ну, поэтому мы сегодня имеем вот с нашей точки зрения вот эти достаточно многокомпонентные и токсичные схемы, и, тем не менее, если возьмем третью позицию, то гемкап – это оптимальное на сегодняшний день сочетание эффективности, переносимости и в том числе в комбинации с лучевой терапией. Ну, если мы посмотрим на тренд американский, да, то есть, ну, можем сказать, что 2004 год, он явился таким как бы переходным моментом, когда, в общем-то, все мировое хирургическое сообщество наконец-то достигло удовлетворительной выживаемости. И это был расцвет этой всей хирургии, и на сегодняшний день это тоже в Санкт-Петербурге. Мы уже к этому моменту в Первом медицинском институте достигли низкой летальности, и, в общем-то, хирургические моменты, к которым мы сегодня все время возвращаемся, они были решены уже в то время нашими учителями. И сейчас это мы бесконечно совершенствуем, но имеем все равно летальность порядка 5-7%. Чем больше вы опыт делаете, более тяжелых больных, соответственно, берете, тем больше у вас осложнений. Но нужно сказать, что мировым трендом 2004 года, вот как наши американские коллеги здесь показали на графике, что начинает доминировать комбинированное лечение. Причем просто хирургия и хирургия, они склоняются, это количественные показатели, то есть они фактически уходят со сцены. И вот мы видим здесь динамика 5-летней выживаемости, 92-й, 2011-й год. Мы видим, что вот это некое улучшение выживаемости 5-летней, оно в основном касалось групп локализованных форм и рака. То есть это прежде всего операбельный рак и то, что мы называем местно распространенный. Что касается метастатического рака, фактически здесь нет никакого продвижения. Это понятно, потому что нет продвижения в плане новых препаратов. Но если мы обратимся к рекомендации, на сегодняшний день достигнут консенсус в плане того, что больным с операбельными формами необходимо проводить адювантную терапию. Сейчас в этом никто не сомневается. Но если говорить о теме доклада, неадювантная химиотерапия, то она, вы видите, отмечена красным, это европейские рекомендации, это неадювантная химиотерапия или плюс-минус лучевая терапия. Значит, целью является достижение R0-резекции. Ну вот если американские, это США и Канада рекомендации, то мы здесь, обратите внимание, что тут здесь тоже при резектабельной опухоли не рекомендуется проводить неадювантная терапия. И при определенных оговорках она проводится у больных с так называемым плохим прогнозом. Здесь взяты клинические показатели, такие как значительная потеря массы тела, выраженный болевой синдром, наличие повышения онкомаркера 19.9. Это клинические показания. И тем не менее, значит, с нашей точки зрения это тоже очень важные показатели, которые позволяют сориентироваться, кому же проводить все-таки адювантное лечение. Ну, если вернуться к нашим рекомендациям 2018 года, ну, они вот звучат буквально, единого протокола предоперационной терапии не существует. Наибольшая вероятность достижения резектабельности применения режима FORFIRINOX или комбинации наполикотоксала и гемцитабина. В случае эффекта достижения резектабельности рекомендуется хирургическое лечение в максимально короткие сроки. В случае сохранения нерезектабельного состояния после 16 недели индукционной химиотерапии возможно назначение лучевой терапии. Ну, если вернуться к цели адювантного лечения, то нужно сказать, что вот вы видите, что фактически показатель R0 резекции, от него зависит медиана выживаемости почти в два раза улучшается, если вы добиваетесь края резекции. Это очень важный показатель. Оп, извините. Ну, вот всем известная вот эта на сегодняшний день классификация резектабельной, пограничной резектабельной и местно распространенный неоперабельный рак. Или, значит, ну, здесь возникает вопрос, вот вы обратите внимание на заголовок, это оценка R-статуса с точки зрения хирурга и онколога. То есть вот здесь нужно сказать, что вот эта классификация в виде трёх этих градаций, это классификация хирургов. Это возможность, техническая возможность удалить опухоль, ну, скажем, не оставив видимых кусочков этой опухоли на сосудах. Вот это то, что... И возникает вопрос, насколько адекватна оценка с помощью мультиспиральной компьютерной томографии, да, с контрастированием для решения этих вопросов. Ну, а это взгляд онколога, да. Вот вы видите месяцы и количество, число пациентов, да, и видно здесь на этом графике, что, значит, это больные радикально оперированные с резекцией R-01, да, R-0, да. И вы видите, что вот это красные линии, локорегиональный рецидив, он всё равно значительно высокий. Если вы обратите внимание, что этот показатель, наряду с бешено растущим показателем появления метастазов в печени, он же появляется с трёх месяцев, и где-то к 12 месяцам мы имеем фактически пациента запущенный в стадии онкологического процесса, и фактически мы не имеем двухлетней выживаемости. Поэтому цель сегодняшней как бы улучшения, попытки улучшить эти результаты, она стоит двухлетний барьер, двухлетняя выживаемость. Если ваши методы позволяют перешагнуть за двухлетнюю выживаемость, значит, это прекрасный результат, к чему надо стремиться. Ну, нужно сказать, что вот это к вопросу о оценке с помощью компьютерной томографии, особенно по критериям Рецист, состояние предоперационного пациента. Это вот журнал «Соджи» 2011 год. Вот вы видите здесь частота неожиданно выявленных метастазов в печени в зависимости от интервала времени между исследованием и операцией. И вы видите, что уже на 14-20 день, уже у 15% пациентов, уже вы можете обнаружить метастазы, не говоря уже, если сделаны месяц интервалы и так далее. Ну, вот мы здесь приводим наш удачный микроскопический препарат воротной вены больного раком, и вы видите, что вот это размеры, скажем, микроэмбола, который находится в воротной вене. И нужно сказать, что сама хирургическая операция, вы специально взяли такой шатающийся на дожке эмбол, хирургическая манипуляция в эти зоны вызывает отрыв этих эмболов, которые, например, через 3 месяца уже имеют 10 см этот пациент, 10 мм в диаметре метастаз. Ну, не все они выживают, поскольку мы здесь видим здесь один и здесь. Ну, нужно сказать второй момент, что точность оценки R1 и R0 статуса зависит от метода морфологического исследования. Если мы делаем обычное гистологическое исследование, то в этом случае фактически у нас точность достаточно приблизительная. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Ну, вот смотрите, здесь иммуногистохимическое исследование с цитокератином, это 2010 год. Вот здесь показано, что имеются и опухолевые клетки в клетчатке, при том, что лимфатический узел, который в верхнем углу обозначен, он не содержит метастазов. То есть, и вот здесь опять же 9-го года работа, что 80-85% погибают от местного рецидива. И вот здесь показан вот этот край резекции, так называемый, между верхней брюшечной артерией и крючковидным отростком головки поджелудочной железы. Нужно сказать, что вот на этой картинке отодвинута вена. То есть, если вы помните, что вена лежит ближе. И почему-то там край резекции по вене не проходит, он проходит по артерии. Почему это происходит? Ну, нужно сказать, что это вот наши исследования. Они, кстати, сейчас находят большее подтверждение, да, что переневральная инвазия – это и есть Р1. Нужно сказать, что фронт опухоли является неоднородным. Он не представлен единым фронтом, который как бы соприкасается с артерией или нет. Даже при ранних стадиях, при опухоли больше 2 см и даже больше, то, что было показано на блестящем исследовании 90-х годов японских коллег, которые предложили расширенное вмешательство с удалением вот этой муфты вокруг верхней брюшечной артерии, они уже показали, что даже при маленьких этих, там было собрано со всей Японии все эти маленькие опухоли, и тогда было показано, что тогда, значит, все равно пятилетние выживаемости не достигли. 24, по-моему, процента, 24 процента пятилетней выживаемости эти группы. То есть нужно сказать, что на сегодняшний день достаточно понятно, почему край резекции, он, значит, особенностью аденокарциномы протоковой является переневральная инвазия, которая уходит достаточно далеко за пределы видимого края. Вот мы вам предоставляем клетки опухоли в переневральном пространстве, и здесь вы видите с правой стороны нервные сплетения. Именно по этим принципам идет распространение опухоли. Они идут в сторону верхней брюшечной артерии, в сторону чревного ствола, в сторону по ходу гастродональной астреи, в сторону печеночной артерии. И именно эти клетки и определяют этот край резекции. И нужно сказать, что это возникает на очень ранних стадиях. Ну вот оценка результатов неодевантной химии лучевой терапии погранично-резектабельного рака. Это, по-моему, европейское исследование. Вы видите, было взято 122 пациента, им произведена гемкап и традиционная лучевая терапия. И мы видим, что в 98 случаях, да, ой, там, 82 случаев, ну, то есть, в большинстве пациентов, значит, практически при исследовании с помощью компьютерной томографии никаких изменений не произошло. Но, скажем, вот внизу написано, что у 21 больного появились метастазы в печени за это время, да, и при этом, скажем, даунстенджинг произошел у одного пациента, да, но прогрессирование у двух пациентов. То есть, как оценить результаты? Конечно, она эффективна оказалась терапия, да, то есть, только, значит, и при этом часть пациентов была отсеяна у тех, у которых был агрессивный тип опухоли, например, да. И я старался сделать более короткое сообщение, значит, и поэтому вот какие преимущества дает неодевантная химиотерапия рака? Первое преимущество, и наиболее глобальное, это гарантия раннего начала лечения, его проведения наиболее благоприятных условиях. И сегодня все приходят к мысли, к тому, что хирургическое вмешательство, как и при раке молочной железы, и как при других онкологиях, нон-тач-технологии или вапороскопические технологии, возможно, они вносят какой-то вклад в плане областики, но операция с давлением на этот орган является одним из факторов диссеминации опухоли. Это уже известно, и такие исследования проводились по изучению циркулирующих клеток, и в этом особенно нет сомнений, да. Ну, второе, это гарантия начала и проведение наиболее благоприятных условий, это относится к состоянию, прежде всего, пациента, да. Мы знаем, что, например, химиотерапия гемцитабина может улучшить статус пациента. Так, второй момент, что проведение лучевой терапии на хорошо оксигенированных танях, оно гораздо лучше оказывает противоопухолиопект, это классика лучевой терапии, и тут вообще нечего обсуждать, да. Ну, вторым пунктом позволяет оптимизировать комбинированное лечение у пациентов с наиболее неблагоприятным течением. То есть, выделив тех, у кого диссеминированный характер заболевания и онкологический процесс не может быть контролирован химио-учевой терапией. В этом случае ваша хирургия не поможет. Это горе хирурга, когда больной запрогрессировал на фоне химиотерапии. Но это счастье для пациента, потому что он избежал этой операции, после которой, может быть, у него эти метастазы появились уже на третий месяц после операции. И, в общем-то, лить эти крокодиловые слезы уже сейчас просто неприлично. Значит, третий пункт. Вот эта неодевантная химия-учевая терапия обеспечивает некоторые преимущества и при хирургическом этапе лечения. Так, например, учевая терапия влияет на число несостоятельности панкреатика интернастомоза, за счет того, что железа изменяет свою структуру, она становится более грубой, и несостоятельность этого аностомоза становится более безопасной. То есть, лучевая терапия делает безопасной. Да, сложности возникают с непосредственным выделением и так далее, опасность повреждения сосудов возникает и так далее. Но в определенные сроки, если вы делаете правильно, сразу же после окончания, через 72 часа после окончания лучевой терапии, этих осложнений вы не получаете. При этом преимущества вы ими пользуетесь. Ну, следующее, это предоставляет возможность оценить адекватность терапии и адекватность достигнутого контроля заболевания. Что очень важно, наращивать нам какие-то химиотерапии, или наоборот, ее просто больного наблюдать. Ну, это, прежде всего, определение 19.9, это вот даунстенджинг, эрнезекция, лечебный патоморфоз и некоторые другие. Ну, и третье преимущество, ой, последнее преимущество, она может быть дополнена адевантной терапией. Ну, к недостаткам адевантной химиотерапии, или адевантного лечения, так грамотнее сказать, что она требует, конечно, сепарации пациентов. Ну, на сегодняшний день эти недостатки выражаются в том, что официальные рекомендации заставляют нас придерживаться использования этих методов погранично-резектабельными опухолями. Что касается резектабельных, это представляет отдельную проблему в различных странах за счет того, что это просто не разрешено, и такие полномочия имеют исследовательские центры, ну, как нам сегодня было продемонстрировано. Следующий пункт, что для того, чтобы проводить лечение, необходима дооперационная верификация диагноза. Вы знаете, что сложности верификации получения материала, чем меньше опухоль, тем сложнее. И я должен сказать, что даже вот эта наша эндоузета всего лишь тонкоигульная биопсия, не надо забывать. И там высокий процент как ложнопроложительных, так и ложноотрицательных ошибок, а также не надо говорить, что вот при циологическом исследовании мы четко видим. Конечно, там есть создание селл-блоков и так далее, то, что улучшает иммуногистохимическое исследование, но малое количество материала, оно все-таки определяет точность этой диагностики. Все-таки, вот. Ну, мы пользуемся трепан-биопсией в основном. То есть у больных, у кого опухоль больше 3 см, через кожаный трепан-биопсией. Это в Питере сегодня одна из опций, которая используется в том числе и в амбулаторном режиме. Ну, и следующий недостаток, который может рассматриваться с точки зрения хирурга и онколога по-разному, это вероятность появления отдаленных метастазов во времени адювантной терапии. Ну, должен сказать, что это, как правило, метастазы в печень. Так? Ну вот, тоже это одно из последних обобщений, да. Вы видите, что даже при строгом отборе, да, химио-лучевую терапию получили только 60% пациентов, да. 20% выбыло за счет появления метастазов. И где-то примерно еще 20%, в том числе, большая часть за счет ухудшения состояния пациентов, которые, скажем, ну, не смогли не то, что там сделать операцию, но и не смогли там завершить даже лечение, да. Ой, извините, это, пардон. Ну, как выбрать протокол неадювантного лечения? Ну, вот мы такой коллаж сделали из нашего сайта. То есть, если бы все наши пациенты были бы такие, то, конечно, мы выбрали бы вот эту схему у Фуферинокс. Однако, значит, если вернуться все-таки к выбору, значит, и посмотреть, ну, вот здесь вот, здесь, правда, адювантная терапия, но вот обратите внимание, последний пункт, ну, видно, что здесь таргетные препараты оказались не очень эффективные. Гемцитабин, гемкап 28 месяцев, медианов, у Фуферинок 54. Но если вы обратите внимание, что и просто в этой же группе, да, Продиджи, которые сравнивали Фуферинокс и гемцитабин, у них были такие критерии включения, что у них просто гемцитабин системный тоже дал 35 месяцев средней выживаемости. То есть, это сепарация пациентов. Не надо себя обольщать, что вот этот Фуферинокс, он, как бы, очень хорошая схема. Она имеет узкий спектр применения, имеет свои недостатки. Ну, и вот мы видим, что протокол неодевантного лечения, он в основном касается химии лучевой терапии, куда достаточно популярный гемцитабин, фторроцил, ну, и Фуферинокс, конечно, тоже изучается в этом направлении. Нужно сказать, что необходимы дальнейшие исследования и поиски наиболее эффективных схем химиотерапии. Ну, вот тут тоже, что касается мета-анализа 2019 года, что влияние неодевантной терапии, вы видите, что фактически на R0 резекцию и общую выдаваемость положительный тренд. Оп, перестало. Ага. Ну, какие же нерешенные вопросы, да? Какой режим комплексного лечения является оптимальным, неодевантный или переоперационный? Какие критерии, каким категориям пациентов показана неодевантная терапия, какие схемы выбрать? Нужна ли комбинация лучевой терапии? Какой вид терапии следует выбрать? Как долго продолжать лечение? 6-8 месяцев или меньше, да? Прогрессивное заболевание – это является плюс или минус. Какие критерии эффективности используют? Частоту объективных ответов по рецист, биологический ответ, метаболический ответ по позитронно-эмиссионной томографии, циркулирующие клетки, частота резекции, степень лечебного патоморфоза и другие варианты. Это наше исследование. В принципе, в 2000 году мы прекратили, практически никому из пациентов не делаем чисто хирургическое лечение. Я могу сказать, что наш центр известен тем, что мы разрабатываем методы внутриартериальной химиотерапии. И нужно сказать, что на сегодняшний день эти методы тоже показали свою эффективность, как в группах, скажем, с хорошей переносимостью в виде комбинации, как переоперационная терапия. Вот вы видите, с 2008 года мы использовали гемцитабиноксалеплатин, с 2017 года гемцитабинаброксан, и с 2018 года мы используем гемцитабинаброксан и комфортная лучевая терапия. И я могу сказать, что сегодня нами достигнут патоморфоз. Фактически мы видим из пяти пациентов, прошедших, у пяти есть патоморфоз. Нужно сказать, что химио-лучевая терапия в режиме внутриартериального введения, она показывает не только хорошую переносимость, но и хороший противоопухолевый эффект в виде патоморфоза, что я уже сказал, и самое главное, что она сокращает сроки лечения таких пациентов. То есть мы уходим от этого переживаний, ну, наверное, потому что мы хирурги. Нам, конечно, увидеть, что больной запрогрессировал, а мы не сделали ему операцию, для нас сложно. И поэтому фактически такой пациент у нас достаточно быстро идет на операцию за счет того, что вот этот цикл, мы получаем изменения раньше. И второй момент, то, что мы не ждем, скажем, даунстенджинг, поскольку часть пациентов, это прежде всего пациенты с пограничной резектабельной и резектабельной опухоли. Ну, я не очень хотел бы сейчас долго развивать, скажем, наши успехи, а хотел бы просто выслушать коллективное мнение по тем вопросам, которые мы с вами сегодня поставили. То есть, спасибо за внимание. Спасибо, Борис Шовин. Наша программа исчерпана. Кто бы хотел задать вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Которая связана с выделением пациентов, имеющим радиочувствительные характеристики. Да, я знаю вашу работу. Да, вот. И скажите, пожалуйста. Очень жалеем, что вы от нас ушли в институт Петрова. Ну, дело не в этом. Я рядом. Спасибо. Во-первых, так что мы в этом плане можем. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что сочетание как раз от химиотерапии, допустим, сочетание вот с тем же подбором, оно действительно так, если масштабировать, может позволить более эффективно? Потому что у нас там получились довольно хорошие, в общем-то. Что касается, вот если расширить этот вопрос, предактивных факторов, да, то у нас есть, мы можем смотреть ХЕНТ-1 на ГИМЗАР и есть предактивные факторы на лучевую терапию, которая сейчас успешно развивается в нашем микрорайоне. Вот. И мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку, но сейчас есть некоторые трудности в плане, как бы, вообще научных исследований в России. Вот. Я хочу сказать, что всем остальным тоже был в плане, а чем мы их? Сейчас. Подборье пациентов для... Шоу разговора по научательному подбору пациентов для такой комбинированной терапии, да? Есть методики, которые позволяют определить чувствительность к лучевой терапии. Можно вычленить. До начала лечения. До начала лечения мы можем вычленить пациентов, которые... Лучевая терапия будет более успешной. Это очень интересно. Я хотел бы спросить у лучевых терапевтов. Есть такие методики? Она разработана мной лично. Секундочку. Я, возможно, поделюсь. У нас марш есть. Что там в Слон-Кэт-Аринге происходит? Я хотел бы узнать, как это было. Что это за методики? Потому что они не в курсе. Ну, и я тоже, например, не знаю. Да, потому что это достаточно новые технологии, которые еще... Не получили широкого распространения, как и то, что мы делаем. Я хотел напомнить цитату из одной песни. У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем. А патенты... Мы сейчас для того, чтобы узнать об этом, собрались. Ну, есть научные патенты. Если вы хотите, сейчас вам лекцию на эту тему прочитают, на сотрудники, которые перешли в НИИ Петрова. Вот, но, как бы, я не знаю, сейчас это... Стоит не углубляться. Я думаю, что ограничиться просто тем, что это возможно. Продолжение следует...